Стройка дело серьезное и трудное, но в совершенной машине все должно быть под силу. Это Анастасия Трегубова и программа Москва рулит. Кроссовер Mazda CX-5. Уникальная технология Skyactiv по заверениям производителей позволила создать автомобиль будущего. Хочется убедиться в этом на собственном опыте. Альберт управляет этой стройкой. Он часто имеет дело с транспортом. Правда, в основном с бетонными шалками, экскаваторами, самосвалами и траншеекопателями. Интересно узнать, что скажет Альберт о CX-5. Альберт, привет. Здравствуйте. Хорошая у тебя машина. А багажник большой? Здесь немаленький. Давай я тебе лучше покажу. Хорошо. Объем багажника у CX-5 463 литра. Полка поднимается вместе с задней дверью. Удобно, согласись. Отлично. Кстати, можно увеличить багажное отделение до полутора тысяч литров практически одним движением. Смотри. Раз, два, три. Шикарная идея. Да. Вместительная. Настя, а ты не поможешь ли нам вести маленький груз? Маленький? Маленький. Сюда и большой войдет? Конечно, без проблем. Спасибо. Заноси. Аккуратно. Машина новая. И лопатку не забудьте. Так. И лопатку. Настя, ребята поедут с нами? Да без проблем. Тогда помоги мне откинуть заднее сидение и сядешь за руль. Хорошо. Ребята, садимся. Ну что, поехали? Поехали. Хорошая боковая поддержка сидения. Кожевый салон, очень много электрофункций. Хороший обзор зеркала. Я не знаю, как сзади пассажирам. Как вам сзади? Отлично. Все хорошо. Не упираетесь ногами в сидение переднее? Места достаточно? Достаточно места. В салоне автомобиля просторно. Даже если передние кресла отодвинуть по максимуму, сидящие сзади не будут упираться коленями в их спинке. Как тебе подвеска? Подвеска жестковатая. Альберт, ну ты учитывай то, что у нас сейчас в машине 4 взрослых человека и 2 мешка цемента по 50 килограмм. Ну тогда вполне достойно. А сколько она стоит в такой комплектации? В такой комплектации спорт она стоит 1 миллион 274 тысячи рублей. Дороговато. Цена у этого автомобиля действительно высокая. Доплатив всего 30 тысяч рублей, можно приобрести Мазду ЦХ7. Габарит у нее незначительно больше и наполнение салона будет скромнее. Зато ЦХ7 мощнее на 88 лошадок. А как раз этого ЦХ5 очень недостает. Но для работы такая машина, она в принципе подойдет или нет? У тебя же много объектов. Если небольшой груз взять, и как показывает опыт двух помощников, то вполне будет достаточно. Но опять же, это же не самосвал. На небольших скоростях шасси позволяет легко маневрировать. И мы успешно преодолевали строительные препятствия. Клиренс у ЦХ5 215 миллиметров. Поэтому машина ни разу не черкнула днищем. И это несмотря на то, что она основательно нагружена и залит полный бак. Так, скажи, это нам туда нужно? Да, нам нужно проехать туда, на Котлова. Может быть мы здесь припаркуемся, а то, мне кажется, мы не проедем. Ну, так сказать, два мешка. Ребят, жалко. Тут тем более недалеко. А у машины какой привод? Полный. Ну, вообще без проблем сейчас доедем. Ну, не знаю, не знаю. Конечно, такая грязища. Ну, давай, поехали. Производители моих сомнений не разделяют. Они заверяют, что система полного привода Mazda Active уникальная. Как, впрочем, и все в этом автомобиле. Это же Mazda. Так. Ой. Ну, все, да? Застряли? Ну, ну, застряли. Ну, еще давай одну попытку. Ну, 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 давай, 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 давай. Так, ничего подобного, да? Ну я же тебя предупреждала, что мы можем застрять Это же полноприводный автомобиль Ну хоть это и полноприводный автомобиль, но это городской кроссовер, а не внедорожник На такие препятствия он просто не рассчитан Ну что, ребят, придется выходить? Придется толкать Мешки с цементом выгружать и толкать А кто за рулем? Я тогда? Да, тогда ты Ну-ка, ничего себе Так тут вообще одна треть колеса ушла, а тут практически половина Тогда будем копать Хорошо, что у нас четыре человека Кто будет копать? Что не сделаешь для хорошей машины? Так, выключаем Попробуем Так, давай я тогда завожусь и куда мне? Вперед, назад? Попробуем назад Пробуем Хорошо, что выбрались Я боюсь, дальше мы проехать точно не сможем Машина хорошая, но и бездорожья Тогда поеду, протестирую ее в городе Всего удачи Ну что, господа, пойдемте работать По стройке мы экстремально покатались Теперь пора поездить по городу Плавные линии кузова, двойная выхлопная труба и задний спойлер Намекает на спортивный характер автомобиля В остальном характер у него достаточно спокойный Управлять машиной в городе гораздо удобнее, чем выруливать на стройплощадке Слушается она отлично И на прохождение поворотов жаловаться не приходится Хотя на стройплощадке ты себя тоже хорошо вела Плавные повороты и перестроение даются ЦХ5 легко Но на скорости уверенность падает Чувствуются незначительные крены Видимая часть отделки, кожаные сидения и мягкий пластик торпеды На уровне Джойстик относительно подлокотника расположен низко А в остальном эргономика продумана хорошо Рядом с джойстиком расположены основные кнопки управления А также они продублированы на руле Аудиосистема, навигация, телефон и разнообразные настройки Новые технологии позволили Мазда добиться явного прогресса Но не по части шумоизоляции В салоне отчетливо слышны бьющиеся однище камешки В Мази ЦХ5 стоит дорогая аудиосистема Bose Музыку можно переключать как на сенсорном дисплее Так и просто джойстиком Двухлитровый облегченный двигатель SkyActiv Мощностью 150 лошадиных сил Разгоняет машину до сотни за 9,3 секунды Кузов по новой технологии тоже значительно облегчили Но тянуть его такому мотору все равно трудно А что это такое пищит, а? Что это был за звук? Мазда Пип-пип-пип Я поняла Эта система предупреждает о риске схода с полосы движения Удивительно, но она способна определить Намеренно вы перестраиваетесь или нет Благодаря системе SkyActiv Расход топлива в городе у ЦХ5 всего 8,2 литра Для сравнения у той же ЦХ7 15,3 Почти в два раза больше Из полезных помощников Система контроля мертвых зон и iStop Призывающая экономить топливо Производители позаботились не только об экономичности Но и об экологичности своего автомобиля И дело здесь не только в сниженном выбросе СО2 Мазда первая компания, которая использовала при изготовлении пластика для внутренней отделки растительное сырье Обзора сзади не хватает Зато машину оснастили камерами Так что спокойно можно ориентироваться по ним Отличная попытка концерна создать идеальный автомобиль Если добавить ЦХ5 динамики и усовершенствовать полный привод То эта попытка станет удачной Интересный дизайн, вместительный салон и множество полезных опций В целом, Мазда ЦХ5 порадует своего владельца Главное, не забирайтесь на ней в труднопроходимые места Это была Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит» И помните, тише едешь, дальше будешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok